Я работаю в акционерном обществе Белгард в должности инженера-конструктора. Мои родители, во-первых, оба работали инженерами, и поэтому, наверное, у меня просто не было другого варианта, тем более, что у меня изначально были способности к таким точным техническим наукам, и поэтому, наверное, таким образом я врубилась в будущую профессию. Сейчас актуальная тема — это энергоизбережение. И на производство идет массовая замена общего освещения. На него тратятся достаточно большие энергозитраты, а современные светодиодные светильники позволяют именно уменьшить затраты хотя бы на части электросвещения. Мои обязанности входят в проектирование схемы электроснабжения предприятия. Это будет только подключение оборудования, либо освещение, как освещение производства, так и освещение каких-то бытовых помещений. Также мои обязанности входят в надзор за исполнение потом тех проектов, которые я сделала перед новогодними праздниками. Отвечаю за всю иллюминацию нашего предприятия. Стоит проект, может, дизайн-проект, даже, наверное, это лучше назвать, того, как будет выглядеть наше предприятие, конкурс новогодних елок. И вот эти фигуры, которые стоят в парке, которые представляют белкарты, тоже, скажем так, я генератор этих идей, того, что будет нас стоять в парке, ну и как бы стараясь там что-то даже исполнять по этим идеям. Молодежь у нас вся разная, у каждого свои есть какие-то, во-первых, ну, кроме того, что эти свои желания, есть свои идеи, инициативы. Наверное, Барсем это всё-таки хорошая площадка для реализации этих идей. Если ты хочешь развиваться в науке, есть проект Барсем, который тебе поможет развиваться в науке. Если тебе нравится здоровый образ жизни, если тебе нравится заниматься спортом, пожалуйста, у тебя есть площадка для развития своих, ну, развития своих каких-то спортивных способностей. Если ты, допустим, хорошо поёшь, творчественный человек, ну, ещё у тебя какие-нибудь таланты тоже, в принципе, это можно, эти проекты можно реализовать через союз молодёжи. У меня большой опыт работы и с молодёжными местами, как говорится, и работы с штатными сотрудниками профессионалами, поэтому я знаю, о чём хочет молодёжь, у меня какие-то есть свои проекты, свои инициативы, которые я могу продвигать не только у себя на предприятии, но и, наверное, охватив большой круг всю нашу область. Бег, ну, во-первых, это вид спорта, который доступен для всех, ну, в первую очередь. Во-вторых, ты много времени проводишь на свежем воздухе, это тоже большой плюс. Плюс постоянные занятия бегом, они дисциплинируют. Вот ты знаешь, что у тебя есть программа тренировок, такая-такая-такая, там, вторник, четверг мы занимаемся. На выходных у нас длительный бег, и плюс в воскресенье была пробежка с клубом. В Востоке полумарафон был, в Минском полумарафоне участвовал, ездили на полумарафон в Виандру, это в Эстонии. Пошла в школу-беду, вот именно с Гродно, и там при помощи тренера по чуть-чуть, потихоньку первые шаги делала в спорте. Ну, и сейчас я очень сильно вижу прогресс за этот год. И, да, наверное, участвую и в различных заглядках не только в Беларуси, но и даже за рубежом. Продолжение следует...